Дистанционное обучение отменяется. Новый учебный год в школах Ненинского округа начнется очно. Однако COVID-19 внес свои коррективы в организацию учебного процесса. Первыми, кто принял участие в выборах главы Архангельской области, стали жители Варныка. К избирателям на остров Вайгач в минувшую субботу прибыли представители избирательной комиссии. В Ненинском округе увеличат размер финансовой поддержки воздушным перевозчикам, выполняющим межрегиональные рейсы по субсидируемым маршрутам. Важное событие для зрителей телеканала «Север» и моих коллег-телевизионщиков. Телеканал «Север» теперь в цифре. С 1 сентября мы выходим в эфир на федеральном канале общественное телевидение России в рамках региональных врезок по будням утром с 7 до 8 часов и вечером с 18 до 19. Далее все подробности. С 1 сентября телеканал «Север» будет выходить с региональными программами на общественном телевидении России. Навигацию легко запомнить – девятая кнопка первого мультиплекса цифрового телевидения. Чуть больше года потребовалась Ненинская телерадиовещательная компания, чтобы это событие для телезрителей «Заполярье» состоялось. Проект стартовал в августе прошлого года, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках федеральной целевой программы «Цифровое телевидение» предоставило возможность радиовещательным компаниям субъектов России, признанных обязательными общедоступными телеканалами для вещания на цифровом телевидении, выходить собственными программами на ОТР в формате региональных врезок в соответствии с лицензионным договором. Специалисты ОТР доставили необходимое оборудование в Ненинский округ для передачи сигнала. Всё это оборудование для всех регионов приобреталось за счёт федеральных средств. Параллельно проводилась соответствующая работа, направленная на модернизацию аппаратно-студийного блока телерадиокомпании, поскольку устаревшее в моральном и техническом плане оборудование АСБ, которое было приобретено ещё в 2008 году, не могло обеспечить вещание в новом современном цифровом формате и выполнить технические условия ОТР в соответствии с договором. Из окружного бюджета в начале 2020 года Ненинской ТРК было выделено порядка 30 миллионов рублей на приобретение нового оборудования. Торги проводились управлением государственного заказа Ненинского округа. Честно говоря, нам повезло. Мы успели заключить государственные контракты буквально за несколько дней до стремительного падения курса рубля. Тогда ещё никто не предполагал, что жизнь в условиях пандемии так круто повернётся. Мы просто сработали на опережение. Контракты на поставку оборудования были выполнены в срок. В июне 2020 года, в период навигации, груз был доставлен в Нарьинмар. В июле специалисты-инженеры телерадиокомпании собственными силами осуществили полномасштабную модернизацию АСБ. Наши инженеры действительно большие молодцы. Фронт работ у них был большой. Нужно было демонтировать старое оборудование, установить новое, провести тестирование. Но они уложились в планируемые сроки. Благодаря модернизации программы телеканала «Север» теперь выходят в новом качественном цифровом формате. В этом убедился накануне важного для телерадиокомпании события и временно исполняющей обязанности губернатора Неницкого округа. Качество шикарное стало. Цифровым сигналом на сегодняшний день охвачено более 95% населения Неницкого округа. То есть все жители округа будут видеть именно такую картинку? Да, именно вот такую качественную картинку. Итак, с 1 сентября региональный телеканал «Север» доступен зрителям Неницкого округа на цифровом телевидении, с чем всех нас и поздравляем. Алина Воучейская, Дмитрий Лукевич и Леонид Шашилов, телеканал «Север». Дистанционное обучение отменяется. Новый учебный год в школах Неницкого округа начнется очно. Пандемия COVID-19, растянувшиеся на многие месяцы и вынужденная дистанционка продемонстрировали, насколько важен для учителей, учащихся и их родителей учебный процесс в очном режиме. Однако пандемию никто не отменял, как и ограничительные меры. Поэтому у нового учебного года будут свои особенности. Далее подробности. Специалисты-вирусологи, прогнозируя эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, говорят, что пандемия уйдет на нет только к лету 2021 года. Поэтому в учебном году дети пойдут в школу с радостью и ограничениями. С радостью, потому что соскучились по школе и учителям, по живому общению с друзьями и одноклассниками, и даже по урокам. Длительное дистанционное обучение вымотало всех – и учителей, и родителей, и самих школьников. Что касается ограничений, которые будут введены в этом году в школу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, то здесь ничего не поделаешь, вирус рядом, а безопасность превыше всего. Поэтому как минимум до конца этого календарного года в школах отменяются все массовые мероприятия. До конца 2020 года не будет школьных линеек, классных часов, родительских собраний и других внеклассных мероприятий. Исключением станет 1 сентября, когда состоится торжественная линейка для первых, девятых и одиннадцатых классов. Теперь ребятам при входе в школу нужно привыкать к новой процедуре – медицинской. Прежде чем пройти в класс, ребенку измеряют температуру. Свыше 30 семей изолируют и сообщают родителям. Все школы будут снабжены антисептическими средствами. Носить маску и перчатки не обязательно. Тут уже наличное усмотрение. А вот работники пищеблоков будут работать не только в масках, но и в перчатках. Напомню, с начала этого учебного года все дети начальной школы с 1 по 4 класс, а не только льготные категории, будут получать бесплатное горячее питание. Что касается ограничений учебного процесса, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, чтобы не допустить массового перемещения детей по школе. Учителя к ним будут приходить сами. Это не касается специализированных кабинетов, где проводится ряд уроков. Уроки химии, уроки физики, физкультуры, информатики. Уроки будут короткими, их будет мало. Четыре урока для учащихся начальной школы и пять для остальных. Один урок будет длиться 30 минут. И вот здесь встает вопрос, как освоить программу обучения. В начале учебного года также предусмотрено рассмотреть вариант каждой школе, предусмотреть 25% от объема недельной нагрузки перевести на дистанционное обучение. Если в школе в течение учебного года будут выявляться случаи заболевания COVID-19, то на карантин уйдет не вся школа, а только тот класс, где выявлен заболевший. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на территории региона школы должны быть готовы полностью перейти на дистанционное обучение. Что касается очного обучения в профессиональных учебных заведениях и возобновления работы детских садов, то здесь... Статус дежурных детских садов уходит, мы начинаем в штатном порядке. А что касается колледжа, техникума, училища и учреждений доп. образования, они у нас работают по аналогии как школы. Тоже гибкое расписание. Любовь Пермякова, Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Накануне нового учебного года в Ненинском округе прошла традиционная педагогическая конференция, так называемый «Большой педсовет». В этом году в проведение педагогической конференции вмешалась пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. «Большой педсовет» прошел в усеченном формате в актовом зале 4-й городской школы без приглашения большого количества педагогов и церемоний награждения ведомственными наградами. В мероприятии участвовали только руководители образовательных учреждений Нарьинмара. В департаменте образования считают, что педагогическое сообщество в полном составе сможет встретиться в октябре на праздновании профессионального праздника Дня Учителя. Новый учебный год с соблюдением всех необходимых ограничительных мер для учителей и их учеников начинается в привычном для всех формате. Об этом, открывая конференцию, говорил и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа. Новый учебный год, как и новый год, невозможно отменить. Он все равно наступает, и все школы открываются. И очень хорошо, что в этом году, несмотря на особые условия, мы начинаем учебу очень. Никакое дистанционное обучение не может заменить живого общения учителя со своими учениками. И какие бы цифровые технологии мы не внедряли, все равно через экран компьютера невозможно впитать доброту, теплоту учителя. Отличительной особенностью педсовета в 2020 году стало обсуждение совершенно новой для системы образования темы. Это организация обучения в условиях строгих ограничительных мер, связанных с COVID-19. Собравшиеся отметили, что пандемия бросила вызов не только медикам, но и педагогическому сообществу. Все образовательные и дошкольные организации вынуждены были уйти без предварительной подготовки на дистанционное обучение. Давайте с вами пробежимся сейчас по экзамену, который у нас будет происходить завтра. У всех есть доступ на Яндекс.Диск с домашними заданиями. Смотрите, я вам сейчас скриншот сделаю, демонстрацию экрана. Электронные образовательные площадки и методы проведения видеоконференции осваивались педагогами и учениками, как говорится, в режиме онлайн. Остановись, давай начни чуть-чуть поживее, побыстрее, да, прибавь темп. И начни с пиана, потому что сразу звук очень сильный дала. Поехали. Подводя итоги дистанционного обучения, в департаменте образования отметили, что не все педагоги и учащиеся были готовы к такому формату. При большой загрузке сбой давал и интернет. Как выяснилось, не все школьники имели соответствующее оборудование для занятий на дистанционке. Только 87% были обеспечены всем необходимым. Трудности возникали у многодетных семей, если в семье сразу несколько школьников. Ну, очень сложно регистрироваться, когда на сайтах. Задания бывают на время. И вот был у меня момент, я делала задание, и у меня вылетела работа. И я очень боялась, что я не успею зайти до того, как у меня выйдет время. И это очень страшно, потому что ты не знаешь, как объяснить это учителю. И могут не поверить. Вот, это очень сложно. Ну и бывают, конечно, сложности, потому что дома не всегда тихо. То же самое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, не только о дистанционке шла речь на августовском педсовете. Говорили о том, какие вопросы удалось решить в прошлом учебном году и продолжить в наступающем. В частности, во всех школах были обновлены компьютерные классы. В 2019 году в 13 школ провели скоростной интернет. Интернет такого же качества появился в этом учебном году еще в шести учреждениях образования. А в ряде городских школ в первой, третьей и пятой откроются центры гуманитарного цифрового профиля «Точка роста». Пожалуй, самое значимое событие для системы образования – это открытие новых современных школ. В этом учебном году в округе откроются сразу две новые школы. Школа номер три переедет в новое здание, в новый микрорайон. А ребята из отдаленного поселка Индиго впервые переступят порог школы, которая была сдана в эксплуатацию еще в апреле. Но из-за пандемии новоселье пришлось отложить. В этом учебном году школы региона получат поддержку из федерального бюджета в размере 12 миллионов рублей на организацию питания 2,5 тысяч учащихся начальной школы. А классные руководители с начала учебного года будут получать доплату от государства за классное руководство в размере 5 тысяч рублей. Для районов Крайнего Севера с коэффициентом. Региональная доплата в полторы тысячи рублей и также с районным коэффициентом будет сохранена. В педагогической конференции в Нарьинмаре также приняли участие представители собрания депутатов Ненинского округа, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора и полиции. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В школе номер один продолжается плановый капитальный ремонт системы отопления, гардероба и других помещений. В связи с этим обучение школьников начнется в здании двух других городских школ. Подробнее расскажет Александра Литкова. Зданию школы номер один в Нарьинмаре чуть больше 30 лет. Ремонт системы отопления за этот период проводился выборочно. Капитального и вовсе не было. Учитывая наши суровые зимы, в последние годы у нас стали выявляться проблемы уже серьезные. И с этим мы, конечно, и приступили к ремонту системы отопления. Плюс к этому у нас новый гардероб, который должен соответствовать всем требованиям безопасности в том числе. Потому что тот гардероб, который был, ну прям, скажем, не соответствовал ничему. Вот, утепление окон первого этажа. И, в общем, еще у нас будет космический ремонт библиотеки проводится в рамках ремонта. Для того, чтобы она стала тоже более современной. Потому что она у нас тоже в ремонты прошлых лет не подала. Кроме того, в учреждении в этом году будет создан центр цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста». Как отметил Юрий Канев, благодаря федеральному проекту Министерства просвещения школьники смогут увидеть современные формы обучения. Кроме того, в школе появится современный компьютерный класс, зона каворкинга, в которой можно будет проводить внеклассные занятия. А также впервые появится 3D-принтер. Что касается организации образовательного процесса, то школьники первый месяц учебного года проведут в двух других школах Наренмара. В течение сентября обучение будет проводиться в двух учебных заведениях. Это имеется в виду Ненинская школа-интернат, в которой у нас будет проводиться обучение первых и четвертых классов в первую и вторую смену. И все остальные классы с пятого по одиннадцать будут обучаться во вторую смену с 14 часов в школе номер четыре. Первая школа – одна из крупнейших в городе. В новом учебном году здесь будут обучаться более 900 детей. 90 из них – первоклассники. Александра Литкова, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». И к другим темам. В Ненинском округе стартовала избирательная кампания на выборах главы Архангельской области. Первыми, кто принял участие в выборах главы Архангельской области, стали жители Варныка. К избирателям на остров Вайгач в минувшую субботу прибыли представители избирательной комиссии. В островном поселке нет постоянного избирательного пункта, поэтому сюда доставили передвижную урну. Участие в голосовании приняли 9 человек. Это первый и последний вылет избиркома в населенный пункт в рамках избирательной кампании на выборах губернатора Архангельской области. До таких поселений, как Устье и Осколково, где также нет стационарных пунктов для голосования, представители комиссии могут добраться по воде. На избирательных участках Заполярного района зарегистрировано 16 714 избирателей. Все бюллетени переданы в поселения. Они стандартного формата А4. На бланке в алфавитном порядке размещены данные о шести зарегистрированных кандидатах. Николай Вакорин. Выдвинут Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Андрей Есипов. Коммунистическая партия социальной справедливости. Сергей Пивков. Выдвинут либерал демократической партии. Аймин Тюкина. Кандидат в губернаторы от партии «Зеленая альтернатива». Александр Цибульский. Политическая партия «Единая Россия». Ирина Черкова. Принимает участие в выборах от партии «Справедливая Россия». Голосование на выборах пройдет в течение трех дней с 11 по 13 сентября. В Нинницком округе увеличат размер финансовой поддержки воздушным перевозчикам, выполняющим межрегиональные рейсы по субсидируемым маршрутам. Речь идет об увеличении субсидий на Рьенмарскому авиаотряду, компании «Комиавиатранс» и второму архангельскому объединенному авиаотряду, выполняющим рейсы из аэропортов Архангельска, Усинска, Воркуты, Инты в сельские населенные пункты округа. Новые расчеты выполнены с учетом предельных максимальных тарифов на перевозки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, действующих на территории региона с 1 января 2020 года и фактических затрат перевозчиков. С этой же даты предлагается произвести перерасчет размеров субсидий. На реализацию проекта потребуется более 20 миллионов рублей. Для жителей отдаленных поселений решение об увеличении размера субсидий авиаперевозчиками крайне важное, поскольку гарантирует бесперебойную работу авиатранспорта. С 1 сентября автобусные маршруты автотранспортного предприятия Нарьинмара перейдут на зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на всех установках заменили информационные таблички с расписанием городских и межмуниципальных маршрутов. Расписание будет действовать до 31 декабря 2020 года. На автобусных маршрутах номер 411 и 413 до 31 октября. Для удобства гаража на табличках размещен QR-код со ссылками на сайт предприятия, где можно скачать приложение с актуальным расписанием на мобильное устройство с системой Android. Также с мобильного телефона в режиме онлайн можно отслеживать движение автобусов по маршрутам. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды городской кафе Артишок.